Решил я дорожку залить, а потом думаю, ага, а каким же песком пользоваться? Написал мастерам, которые занимаются бетоном, и они мне в один голос сказали, используй 0,5 песок. Ну что ж, думаю, люди давно бетоном занимаются, надо делать. Развел раствор, один цемент и три песка, и начал заливать. Извиняйте, подготовительные работы снять не смог. В общем, дело было так. Отсыпал щебнем, кинул сетку и залил черновым раствором. Раствор заливал так, чтобы сетка была посередине. То есть, вытаскиваю ее чуть-чуть. Ну и конечно, куда же тут без котов? Они любят, когда ты только дорожки зальешь, походить по ним. Остаться, так сказать, в истории. У меня дома завалялось очень много колера, и срок годности у него вышел. Думаю, ага, надо поэкспериментировать. В общем, колера у меня были такие, желто-коричневый, желтый, персик и какой-то там темный. Думаю, так, а что если его сразу в раствор втереть? Что будет? Интересно. Ну, есть, конечно, и другой вариант. Добавить этот колер в раствор и нанести потом тонким слоем. Разными тонами. Но меня, в общем, лень накрыло. Захотел поэкспериментировать. Залил дорожки, подождал где-то час, чтобы вода все сошла. Ну, и начал растирать колер. Ну, и как всегда получилось. Только начал бетон заливать, вроде все сделал. И тут маленький дождик прошел. И весь мой колер размыло. Да, вот такая неприятность иногда случается. Смотрите, какие лужи стоят. Ну, думаю, ладно. Что случилось, то случилось. Там две капли всего лишь навсего упало. Ну, и через несколько часов, как бетон высох, он стал выглядеть вот таким образом. Весь подтек. Когда им неинтересно. Ну, думаю, ладно. Расшить-то все равно надо. А там потом я его подкрашу с помощью грунтовки. Взял, в общем, какую-то острую штуковину. Я даже не знаю, как она называется. Обычно его используют, чтобы крестики доставать из кафеля. Или из плитки. Ну, и начал острием вырезать. Я думаю, такая резка самая простая. Тут ничего сложного нет. В общем, чертите одну полосу. И от полосы делайте еще маленькую полосочку. И все. А там закругляйте где вам угодно. Ну, и получается у нас великолепный камень. Кстати, на таком песке я ни разу не делал резку. И мне она показалась, конечно, не очень хорошей. Мне показалось то, что надо чертить тогда, когда раствор свежий. Это будет намного лучше. Нежели когда он чуть-чуть высох. Не очень удобно, сразу вам говорю. После резки не ждите 4 часа. Подметайте сразу. Иначе все это застынет. По углам и по центру я сделал термошов. То есть прорезал раствор до основания. Ну, по идее, после такой прорезки у нас бетон лопнуть не должен. И вот такой косяк у меня образовался после дождя. Видите, вот такая корочка. И она шелушится. Это все из-за того, что дождик прошел и чуть-чуть размыл мой цемент. Ну, в общем, что я хочу сказать по этому эксперименту. Не, неудачный эксперимент у меня получился, честно говоря. Проще потом покрасить грунтовкой или же купить хороший порошковый краситель и добавлять его в раствор. В общем, овчинка выделки не стоит. Но у меня был один плюс. Халявный, как говорится, колер. И просроченный. Продолжение следует...